Я не знаю, зачем закрыли ее. Такой поселок уже большой. Неделю назад жители подхоза узнали, их медпункт больше работать не будет. Два кабинета, процедурный, и где велся прием, врачи районной больницы закрыли. Теперь пациентам приходится привыкать к новым правилам. То температура, то еще давление, то еще и что. Все время ходим. То на уколы. Назначат уколы и в Усть-Абакан поездят. Автобусы то ходят, то не ходят они как. Вот как хочешь, так и добирайся. У кого машины есть, конечно, машины сядут, да и это, поедут. Нам ничего не объяснили, нам ничего не сказали. Представители медицины приезжали летом, сказали, что вопрос еще решается. Однако вот буквально на днях приехали, опечатали, все закрыли и сказали, что все, медпункт закрыт, нерентабельно содержать его. Медпункт находился в старом доме культуры. Здание уже разрушается. Принимать пациентов в таких условиях запрещают санитарные нормы. По словам чиновников от Минздрава, у этого медпункта лицензия закончилась уже давно. Так что он работал незаконно. Если у нас появится возможность в подходе что-то найти такое помещение, или администрация поселка Усть-Абакан сможет предоставить или организовать, или какое-то найти другое помещение, которое будет соответствовать требованиям, возможно, там организация какого-то медицинского пункта. Закрытие медпункта никак не скажется на качестве оказания медицинской помощи жителям подхоза, уверяют специалисты Минздрава. Они посчитали до центральной районной больницы всего 1200 метров, а значит добраться не так уж сложно, тем более, что ходят автобусы. Есть и участковый врач, но если что-то экстренное, то можно вызвать и скорую. Подобной ситуацией оказались и жители Абаканского моста отряда. Вот только здесь кабинет медпомощи не работает уже больше двух лет. В начале 2010-го медпункт закрылся на ремонт, и с тех пор старушкам приходится по мелочам ездить на Нижнюю Согру с двумя пересадками или в городскую поликлинику. Здесь-то рядом, здесь много пенсионеров, старики в основном, и ходить плохо, и ездить плохо. Вот человеку 85 лет, как ей, куда идти? Похоже, проблемы жителей моста отряда скоро исчезнут. Специалисты городского управления здравоохранения пообещали, обновленный кабинет откроется через несколько дней. Ремонт зданий давно закончен, и специалист, который будет обслуживать пациентов, тоже есть. Не хватает разрешительных документов, они на подходе, так что скоро бабушки смогут измерять давление и жаловаться на свои недуги всего в нескольких метрах от дома. Мария Дудник, Владимир Байкалов, Новости, Седьмой телеканал.